И сказали, что это как бы не лечится. Вы смиритесь, живите, каждый день не радуйтесь. Именно так пытались утешить медики Наталью сразу после родов в апреле прошлого года. У малышки редкое заболевание – несовершенный остеогенез. В народе таких детей называют «хрустальный ребёнок». У девочки очень хрупкие кости. Сейчас на теле 8-месячной Евангелины насчитывается около 30 переломов. Повреждения возникают у Евы практически ежедневно. За это время семья уже дважды ездила на консультацию в Санкт-Петербург и Москву. Второй раз на прокапывание уже поехали в Москву. Нам сказали, что страшно, но нужно брать на руки. Потому что при таком заболевании кости, наоборот, если не берёшь ребёнка, они привыкают и ещё больше будут ломаться. И там мы первый раз в ноябре взяли на руки ребёнка, считай, через полгода только. Столичные медики предложили маленькой пациентке только капельницы специальным препаратом для укрепления костей. И сказали, что малышка в будущем будет прикована к инвалидному креслу. Тогда Наталья стала искать информацию в интернете. Она нашла клинику в Германии. Ей руководит доктор, у которого был аналогичный диагноз. Теперь он помогает справиться с болезнями своим пациентам. Лечение там для ангарской семьи будет стоить больших денег. Вот нам сейчас пришёл первоначальный счёт на первую консультацию – 3000 евро. Но это только консультация. День пребывания в клинике – 1500 евро стоит. Только просто один день. Переводчик – 250 евро, с трансфером – 1 час стоит. То есть там цены, конечно, нереальные. Сама вот эта операция по остальному счетов – 50000 евро стоит. То есть это примерно надо где-то от 3 до 5 миллионов на всё про всё. И вот мы просто в не силах самые, даже если всё продать, не хватит никаких денег. На помощь уже откликнулись коллеги супругов. Они начали сбор средств на операцию и дальнейшее лечение. Сегодня открыт счёт в банке, куда можно внести свой посильный вклад. Чтобы подарить малышке здоровую жизнь, важен каждый отклик. Когда заиграет музыка, она вот даже, несмотря на то, что лежит на ручках, у неё ножки и ручки, вся вот такая вот танцует. Особенно очень любит ритмичную музыку. И прямо у неё ножки, спинка вся пошла такая. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Продолжение следует...